Ребят, ну вот, легендарный вездеход Алексея Маратовича Григощана, на котором он и ездит, он категорически не хочет пересаживаться на шерп, потому что этот вездеход ему дурак, он гораздо ему удобнее, он уже к нему привык, правильно я говорю? Да, это вездеход удобнее для экспедиции, а серийный шерп, он более пассажирный такой, здесь перевезти пассажиров можно, но сложно, они так определенные неудобства, я вам сейчас покажу, как устроен салон, ну и потом, наверное, уже рука, не думая, знает, где какая кнопка, что повернуть, как сделать и машину, наверное, Алексей знает наизусть просто, сколько лет на этой машине? Да немного, два года только Два года на этой машине? Большой перерыв был, потому что я начал его эксплуатировать, здесь стоял еще дифференциальный механизм поворота, партнерами нарезали его После этого переделали, после этого вездеход долго стоял в ожидании нормального механизма поворота, когда он был сделан, испытан, он почти сразу же ушел в Ханты-Мансиск, где наработал довольно мало времени, 50 муточасов И я вот, наверное, меньше года его эксплуатировал Ну вот, видно, тут сделана уже сразу лежанка такая Двадцатого длиной Двадцатого Двадцатого длиной Двадцатого длиной Вот такой вот, Алексей Марадович Теплый воздух с Кабершпехера И можно либо одеть хобот, там далеко он, то есть хобот может быть, либо идти в моторный отсек, вот сюда вот Либо в пассажирский отсек, в спальный вернее А вот здесь, вот эти Это инспекционный лючок А вот это? Это тоже, значит, сейчас поясню Если, у меня заборник воздуха с той стороны, в двигателе, в фильтр воздушный Если тот заборник забивается снегом, что теоретически возможно Кстати, мне надо то же самое сделать Теоретически возможно Да, зимой это возможно То я в нарушении всех правил могу сделать так, и заборник воздуха пойдет с салона Да, в экстремальной ситуации, то есть где-то там выйти надо Он начинает шуметь здесь, бубнить под ухо, но тем не менее он берет Относительно теплый воздух с салона А там забит, не забит, он все равно работает Ну да Это первое, а второе, ну и это же можно использовать как микровентиляцию Ну да, у меня была есть Здесь сеточка стоит, не пускающая мух И он через заборник воздуха забирает воздух И микровентиляция салона здесь обеспечивается, когда двигатель забыл Мудро А с этого лючка просто доступ к внутреннему устройству Потому что там кое-какие провода есть Внутри этого короба Так Сеточка москитная Да, москитная сетка здесь очень удобная А, я такую же пошил себе тоже Да, подвязана Она здесь на липучке Если собираешься спать, ее опустил, она просто туда падает Ты с вентиляцией, то есть ты Да, я могу спать в любую комариную ночь с открытыми окнами Вот, хотел бы добавить, что Алексей Маратович У него такой принцип функционализма и минимализма Скажем так Ему более важно не какая-то красивая там кожаная отделка, там еще что-то А просто функционал вот В его чистом виде, то есть Мне так кажется, да? Да, вот например Если по тумблерам Вот этот тумблер, покажи Вот это разрешение работы лебедки Так лебедка не может работать Без нее нельзя Включение-выключение лебедки обычным квадриковым пультом Лебедка устроена, да, очень интересно здесь Она вот вставлена в свой порог Лебедка находится в сухом месте, она не видит грязи И вот так вот Контроль намотки трасса Да, вот он В окно Включение нейтрали на лебедке с этой стороны Все очень Разумно, практично, кстати Надо перенять Ручной газ есть у тебя? У меня нет А вот ручной газ А, это то есть ты можешь накрутить холостой ход? Да, смотри на педаль Отлично, да Видишь, педаль пошла Интересно Мне вот это вот интересно Потому что бывает, что на холостом ходу надо Не на холостом, а на холостом, на первой передаче Допустим идти долгое время с медленной скоростью Ну или допустим подсадил батарейки Надо зарядить Да, да, да Генератор Завел двигатель там 1200-1500 поставил Он бубнит, работает, заряжает лучше чем К этому мы еще вернемся Мне это очень интересно Да, и вот этот ключ Если, например, ты в каналу провалился, тебе наверх надо То сверху бампера пускаешь Если, например, на горку заехать Под тенечки, то под бампером Лебедка самая простая Это сто крат квадриковая Ну она здесь, да Не видит грязи Ей здесь как бы комфортно находиться В принципе-то Это лебедки Да, и у нас тоже такая же ниша есть в шерпах То есть в нее можно тоже установить Она закреплена к раме, правильно же я понимаю? Да, она закреплена не к раме, а к днищу Ну днище же она тонкая у нас Ну на днище сама плита лебедочная Родная квадриковая плита Она приварена к днищу и краме одновременно А, и краме Ну вот я и говорю, что она держится за раму Пол из ценных сортов березовой фанеры Да, 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 да Алексей Маратович как бы простое дерево не берет Красное Так что да, тут красное Вон если пошвашоркать ногой, то видно Видите краснота вот чуть-чуть Проступает Да, и еще важное дополнение Кидай-база имеет подставку 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 Потому что если просто так удгазовать Тяжело Допустим на кочке начинаешь Начинает весь переход подпрыгивать И можно по инерции подгазовывать Да, да, да А так нога Нога фиксирована Да, да, да Скочением тут Петка поднимается И когда прыгаешь Нога остается на месте не подгазовывая Да, 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 да Правильно Тоже надо будет перенять это Смотри, видишь как Вот подкручивается Да, вот я и хочу себе сделать Вот этот вот тоже Ручной газ И вот эту вот штуку Да, очень интересно Да, и вот в отличие от серийного Окна вот так вот скрываются полностью И можно вылезать отсюда Вот запросто можно влезть Да, эвакуироваться То есть если Вездеход на боку где-то лежит Там еще что-то То есть какая-то ситуация Если происходит В общем вот так вот, ребята Краткий-краткий обзор Я думаю мы с Алексеем Маратовичем Еще вернемся к устройству Его вездехода Он нам что-нибудь еще расскажет Интересного Потому что ну В большинстве своем Мы из-за него Участвуем в этом походе Конечно из-за себя тоже Но мне очень хочется Перенять колоссальную Частичку того колоссального опыта Который накопил Алексей Маратович И посмотреть все его хитрости Все какие-то Потому что его вездеход Так подробно Не освещается Уже Сколько я видео не видел Да, он где-то Сдалека его видно Где-то еще что-то Но вот так вот Чтобы подробно вам все показать И рассказать Как это происходит Такого еще не было Так что оставайтесь с нами Смотрите У нас еще 6 дней Которые мы будем разбирать По винтику И собирать с Алексеем Маратовичем эту машину Вот Будет много интересного Мы продолжим Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца Если понравилось Ставь лайк Также мы хотели бы тебе порекомендовать Следующие ролики Вот это для тебя подобрал YouTube Вот это наш самый последний Новый ролик И вот это мы рекомендовали бы Тебе посмотреть сами Если ты еще не подписан Обязательно подпишись вот здесь Нажми на кружок Спасибо Пока